Партнер выпуска новостей. Торговый дом. Планета безопасности. Юлия продает поддержанные японские иномарки с правым рулем. В месяц до 10 штук. Не у всех людей все-таки есть деньги на новую машину. Это раз. Тут важнейшие критерии цена. Это доступность. Второе. Разнообразия такого в автосалонах нет. Третье. Напрочь отсутствуют гибриды в отечественном производстве, что сейчас очень-очень актуально, потому что цены на бензин растут каждый месяц. Поддержанные японские машины сегодня занимают больше половины дальневосточного рынка. Во многих приморских семьях в собственности два или три таких автомобиля. В 90-е, когда перестали действовать советские ограничения на ВОЗ иномарок, в регион из соседней Японии хлынули миллионы моделей. Отечественный автопром проигрывал им и по качеству, и по разнообразию, и по цене. Нево у меня вышло с конвейера. Новое совершенно. И все. И потом я полгода ждала запчасть, пока мне пришлют, потому что запчастей еще тогда здесь не было. Нет, даже не обсуждается. Пока наши не научатся работать правильно, собирать правильно, запчасти делать качественные. В 2009-м пошлины на ВОЗ подержанных машин подняли вдвое, и на Дальнем Востоке импорт сократился в 10 раз. Жители региона провели массовые акции протеста. Это не помогло. Но на российские автомобили пересели единицы. Приморцы по-прежнему предпочитают японские машины. Только теперь не меняют их каждые три года, как раньше. Ездят до последнего. Какая машина лучше, наши российские или зарубежные, это даже не обсуждается, потому что естественно, что все наши «Лады», все наши «Калины» – это только выехать за город. И потом ее можно сразу же оставлять где-нибудь. Конечно, японские машины – это вне конкуренции. В 2015-м году в России запустили две программы поддержки отечественного автопрома. Предоставили покупателям скидку на покупку первого и семейного автомобилей. Для жителей Дальнего Востока она составила 25%. Сегодня модели от Автоваза можно купить за 700 тысяч рублей. Столько же стоит пятилетняя японская машина. Автомобили под программу попадают до 1 миллиона рублей стоимостью, произведенной в Российской Федерации, и 2019 года выпуска. По нашему бренду это подходят все автомобили. Я бы так вывел две модели, которые больше всего интересны клиентам нашим. Это «Лада 4х4» и «Лада Веста СВ Кросс». В прошлом году скидкой на покупку автомобиля по программе воспользовались чуть больше 3000 жителей Дальнего Востока. В этом году акцию продлили. Но большинство автолюбителей в Приморье по-прежнему не доверяют российскому автопрому. «Нет разницы, на каком руле ты ездишь, на правом или на левом. Я думаю, что расположение руля не влияет на безопасность движения. Наши машины, в отличие от японских, они очень быстро устают. То есть год-два на них отъездил, и в принципе уже машина уставшая. Она теряет товарный вид, ходовые качества». Опасно ли ездить на машине с правым рулем, эксперты спорят не один десяток лет. Поклонники иномарок утверждают, уровень аварийности не зависит от количества праворульных автомобилей на дороге. Рейтинг регионов с наибольшим количеством ДТП по стране возглавляет Москва и Нижегородская область, где машин с правым рулем в разы меньше, чем в Приморье. Дмитрий Беломеснов, Евгений Апарин. Новости на восьмом. Приморье лидирует по дальневосточной ипотеке под 2% годовых. Тут выдано более 600 договоров. Всего во всех субъектах округа оформлено 2300 кредитов из 13000 поступивших заявок. Еще 8000 находятся на рассмотрении. Такое заявление сделал министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов. В Якутии заключены 482 договора, в Хабаровском крае и Бурятии по 317. Напомним, кредиты по программе «Дальневосточная ипотека» предоставляются молодым семьям, состоящим в официальном браке с возрастом супругов не более 35 лет, а также участникам программы «Дальневосточный гектар». Первоначальный взнос должен составлять не менее 20%. Кредит выдается сроком не более 20 лет. Максимальный размер кредита – до 6 миллионов рублей. Жители 65 аварийных домов во Владивостоке планируют расселить в течение 6 лет. Это дома, признанные аварийными в период с начала 2012 года и до начала 2017. Собственникам жилья на выбор будут предложены новые квартиры, либо выкуп их жилого помещения. Данные мероприятия проводятся в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», входящего в состав национального проекта «Жилье и городская среда». В связи с этим, собственников жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, включенных в муниципальную программу, просят обратиться в администрацию Владивостока и написать заявление о выборе способа переселения из аварийного жилья. Приморцы выбрали красивые даты февраля для свадеб. 14 февраля – день всех влюблённых, традиционно выбирают романтики. Любителям зеркальных цифр в этом году досталось две даты из одних двоек – 20.02.2020 и 22.02.2020. И, наконец, 29 февраля – подарок високосного года, сообщает пресс-служба правительства Приморья. Всего такие даты для свадьбы выбрали 367 пар. 14 февраля желают заключить брак 128 пар. Из них 52 – во Владивостоке, в Уссирийске – 18 и в Находке – 15. На 20 февраля подано 74 заявления. 22 февраля выбрали 73 пары. 92 пары собираются сыграть свадьбу 29 февраля. К слову, в феврале в роддоме номер 3 Владивостока родился один из самых крупных малышей 2020 года. Мальчик весом 5 килограммов 400 граммов появился на свет 11 числа. Отмечается, что мама и ребёнок чувствуют себя хорошо. У женщины это уже третьи роды, дома её ждут дети 8 и 4 лет. Выпускники девятых классов прошли собеседование по русскому языку. Его основная задача – проверить навыки устной речи у школьников. Итоговое собеседование состоит из двух частей, которые включают четыре различных задания. Сам процесс занимает не больше 15 минут. Исключение только для школьников с ограничениями по здоровью, а также для подростков с инвалидностью. Для них время на выполнение заданий увеличено до 30 минут. Каждый ученик проходит собеседование по русскому языку индивидуально. Проверка результатов займёт пять дней. В случае неудачи ученик сможет повторно пройти собеседование по русскому языку 11 марта или 4 мая. Сделать это нужно будет обязательно, так как успешная сдача является условием допуска выпускников девятых классов государственной итоговой аттестации. Больницы и поликлиники Приморья медицинскими масками обеспечены. Такое заявление сделал Росздравнадзор. В медицинских учреждениях маски имеются в количестве полумиллиона штук. Сейчас Росздравнадзор совместно с профильными органами власти продолжает ежедневный мониторинг наличия лекарственных препаратов и медицинских изделий в больницах и аптеках края. По словам специалистов, в случае, когда была зафиксирована нехватка товаров в розничной продаже, объясняются высоким и даже ажиотажным спросом от населения, особенно во Владивостоке. Небольшие аптеки не всегда оказываются готовыми к такому росту продаж и не успевают размещать заказы на новые партии у оптовых поставщиков или производителей. У некоторых крупных представителей бизнеса возникают трудности с оперативным распределением запасов внутри сети. На выходных оптовики ожидают еще одну партию масок – более 220 тысяч штук. Почти 100 звонков поступило на горячую линию по овощам в Приморье. Предприниматели, которые устанавливают необоснованные торговые надбавки, проверит антимонопольная служба. Рассказать о фактах резкого завышения цен можно, обратившись на горячую линию Минпромторга Приморья. Главам Владивостока у Сурийска Артема Спаско-Дальнего даны поручения о проведении соответствующего мониторинга. В случае, если размер торговой надбавки превышен, будет направлено обращение в Уфас. Чтобы предотвратить дефицит овощей на рынке Приморья, Краевое госпродагентство прорабатывает вопрос поставки недорогих овощей борщевого набора из Сибири. Отметим, что к социально значимым товарам из овощей относятся картофель, морковь, лук и капуста белокочанная. Если в течение 30 дней рост цен на них составляет более 30%, правительство страны принимает меры по установлению предельной розничной цены. Фестиваль «Сделано в Приморье» вновь состоится во Владивостоке. С 22 февраля по 9 марта местные производители смогут представить свою продукцию жителям и гостям края на пешеходной площади между улицами Адмирала Фокина и Семеновская. Подать заявку для бесплатного участия в фестивале предприниматели могут до 17 февраля. На площади Фокина в течение двух недель жители и гостей края будут ждать развлекательная программа, горячие русские блины и конкурсы. Все желающие смогут купить свежую и вкусную продукцию. Участие для предпринимателей бесплатное. Организаторы предоставят торговое место, обеспечат подключение к электричеству и охрану. Участники же, в свою очередь, должны подготовить товар для дегустации и продажи. Напомним, что зимний фестиваль «Сделано в Приморье» посетили более 15 тысяч человек, значительная часть которых туристы, в том числе иностранные. Экологически чистые продукты питания и сувениры представили более 20 местных компаний. Была продана тонна меда, более 500 килограммов рыбы. Самовольное подключение киосков к электросетям пересекают во Владивостоке. Так, во время рейда по торговым точкам специалисты предприятия электрических сетей выявили 19 фактов незаконного подключения. Составлен акт и произведен демонтаж питающего кабеля. Среди нарушителей – владельцы продовольственных павильонов, овощных киосков, цветочного магазина и киоска быстрого питания. Каждую неделю работники в ПЭС обнаруживают от 5 до 8 фактов самовольного подключения. Из-за неправильной эксплуатации электролинии существует опасность короткого замыкания и пожара на подстанции. В итоге без электричества может остаться целый микрорайон. Чаще других к линиям присоединяются владельцы небольших торговых павильонов, питстопов и автостоянок. Министерство транспорта опубликовало проект изменений в правила прохождения техосмотра, согласно которому сотрудник ГИБДД имеет право аннулировать диагностическую карту, которую выдают по итогам технического осмотра. В случаях, если машина диагностику не проходила, либо прошла с нарушением установленных правил, сообщает ТАСС. Документ вступает в силу 8 июня 2020 года вместе с новым законом о техосмотре. Он предполагает фиксацию процесса диагностики на фото. Также планируется введение штрафа в размере 2000 рублей за управление автомобилем без технического осмотра. Нарушение будет регистрироваться с помощью камер один раз в сутки. В тексте документа не содержится информации о действиях страховых компаний, которые они должны будут предпринимать в случае аннулирования карты. Партнер выпуска новостей – торговый дом Планета Безопасности. Хотите знать, когда приходят ваши сотрудники? Кто звонит вам в дверь? Где поставить машину? Планета Безопасности ответит на ваши вопросы. Никто не опаздывает, только желанные гости. Нет проблем с парковкой. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Дмитрий. Субтитры создавал DimaTorzok